Мастер-класс 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 Там Випадки Например, 23 сантиметра головы, умножаем на 8 и получаем свой опыт. Все просто. Сейчас мы собираем схему. По этой схеме мы просто подгоняем. Конечно, в классической атоме не можно просто вивчать какой-то набор схем и вот так вот прямо рисовать. Потому что малейшее изменение ракурса десь чуть переместился в палатин. Но все-все полностью на них. И поэтому не надо до этого сильно привязывать, прямо до этих блоков. Но их надо понимать, чтобы им пользоваться. Нам обязательно надо знать, у дома скелета. И я не буду это. Потому что на основе скелета лягает вся мышечная масса. Если вы проследите за тем, например, какой формы кистка, то по ней можно понять, как лягает мышца. Потому что у нее есть кривые ложки, триллионные такие пластичные моменты, которые показывают именно, как она ляжет за мышцами, а не иначе. И в каждый день она будет индивидуальной. Как правильно изобразить так, чтобы было похоже не на безчувственное другое, а на храм души, что это живой человек? Это очень интересный вопрос. Я всегда боюсь над ним. Мы всегда, когда занимаемся искусством, у нас есть определенные критерии, которые мы всегда должны исследовать. Если ты будешь исследовать им, ты всегда при любых раскладах станешь мастером. Я тебе гарантирую, только им исследую. Это надо обязательно знать материал, с которым ты работаешь. Например, ты занимаешься рисованием, вот здесь карандаш, и как тон, кисть, масло, ты должен назвать маслом, лаком, холостивость, как своим материалом выявить. То есть, знание материала, это одно из материаловедный, там, киплик, винар, две книжки. Ну, знаешь, киплик, да, и винар. Вот это, пожалуйста, берешь такие толстые книги, химия и всякое было интересно. Берешь, изучаешь, практикуешь, делаешь замесы. Ну, понятно. Другой пункт, когда ты изучаешь, например, что ты хочешь нарисовать, всегда надо знать в тот объект, который ты пытаешься изобразить. Если ты его где-то не знаешь, ты всегда будешь списывать, всегда будешь вводить, ну, я так думаю, або я так вижу, або еще куда-то. Только не туда, куда надо. Ну, понятно, да? То есть, если там, допустим, точка, то это точка. Если есть линия, то это, или нет, то это две точки соединенных лучами. Это треугольные, то это три точки соединенных. То есть конкретные знания, конкретные формы. Из этого выстраиваются больше и больше разных форм, которые стоят объемные, объемные формы на воду. И мы видим это весь треугольный мир. Это знание материала, знание объекта, который ты изображаешь. В данном случае это просто одинаковый седьмого уровня человека. Потом такой пункт есть пропорция. Ну, простая, казалось бы, но в одной очереди и не простая. Мы, по-моему, всегда жительцем пользуемся. В каком плане? Что будь-яка вещь, которую мы принимаем, мы всегда все уваживаем. Если ты научишь свой глаз четко видеть пропорцию, у тебя всегда будет все похожее. То, как в натуре. Вот. И знание, как изобразить объем на площади, это все равно, ну, вы и знаете, удар списывания формы, есть свет, есть тень, и они всегда между собой живут есть такой пропорции. И все это подчиняется композиции. Это умение выразить образ таким образом в холосте, чтобы он вставлял зрителя, так как вставил в термин. Это тут отверстие. изображение живописки, графики, неважно, любое искусство, оно всегда начинается одному низкому образу. Ну, ты же знаешь, что все сделано образом. Вот. И все это так. Вот. И то, по сути, все, что мы все пытаемся, все пытаемся, какой-нибудь образ. Тебе выражается образ, ты пытаешься воплотить в формате. И то, тот образ, например, душа, каждая душа, она индивидуальная, не индивидуальный образ. И то, без знания анатомии и того, всего, что я перечислил, это очень тяжело выразить именно тот образ, который выразило перед нами. Но, это очень открыто сердце. Это отдельная тема, чтобы знать, что мы пить, то мы пойдем в пасты, только так. Это сложно. Такая профессия на самом деле. Вкратце, просто чтобы это все можно выразить, но сама схема на самом деле. То есть, как бы я не повернулся, чтобы они всегда взаимозвисованы в этой форме, и они, как фундамент, должны быть разобраны в порту, вообще. Если они не разобраны, то потом будет договорить ему бесполезно. Треба четко знать, что есть форма, и как на форму лягает свет. Если это шар, то будет свет по касателям проходить. Ну, вы же знаете, да? Да, знаете. Ну, это очень просто. Я дочувствую, знаючи все эти принципы, вертаючи свое вопрос, головы в ракурси, как пропорции, можно найти пропорции, схемы, где угодно, и как угодно, и можно самому поверять до бесконечности. Ну, я в великой сути не шукал. Надо одно точно знать, что голова это симметричная форма. Конкретно симметричная. И завжди надо ориентироваться по центральной линии. Да. Не могу сказать про ревновое утюло. Вот, если у нас стоят в последней пози, ну, мы знаем, что надо на яременную западную. Ориентироваться. А еще на что надо? Там не совсем на яременную фаденку надо ориентироваться. Ну, в основном, в принципе. В основном, да. Это просто комфорная точка, которую легко называют. Но завжди ориентируется на шину шину. Не совсем на ее четко. А вот еще на шину есть. Почему? Потому что у нас есть масса, и масса взаиморозпределяется относительно центра. Центр у нас находится где попок. У девчат он чуть-чуть выше, точнее ниже, а в человеке он выше. И того девчата они более устойче, чем в человеке. Ну, это факт чисто нечный. Завжди, когда ты что-то хочешь дорисовать прямо стоящее або лежащее, у тебя есть восьм ординат. Это у, точнее, х и у. Восьм ординат. В отношении оси ординат мы завжди строим. Ну, это будет нормально. И у нас двома осями виступаем. Тут один край бумаги, тут другий. Плюс один, тут другий. да? Если я в отношении этого, ну, просто ради эксперимента тебе показать, дивися. Оце зараз стоит. Ну, в принципе, да? Стоит. А так оно будет стоять? Падает, да? Если ты хочешь нарисовать стоячую фигуру, тебе надо всегда ориентоваться до краевого страны. Або можно так сфитрить, как-то по композиции, чтобы поставить бедя ней что-то таке, что ее заставить стоять. Пусть так можно найти. То есть вы понимаете, что я сказала? Ну, я просто, вы ничего не понимаете. Окей, давай. Переходите. Я саме маю на увазе, ну, розмещение это одно. Это же каждый по-своему розмещает. Композицию сам собираю. Я не про розмещение. Но я саме, про... То, как распределить формы? Да, что самая фигура, например, она стоит, ну, не просто ревно, а, например, она как раз так похилена. И чтобы она не... Понял. В сугутности она двигалась. Хорошо, что я рассказываю. Дуже просто. У тебя есть две точки. Первая. Я Ромина Афаленко, я уже в боку, я смотрю за человека. Сзади у тебя есть семя позвонок. Снизу у тебя есть стопа, вот так вот туда, и в ней есть два мастера. Мозг тут внутрешний и там внешний. Они амортизируют. На них приходится тяжесть. Ну, по сути центр. И у тебя есть пятка. Если у тебя семя позвонок уходит за катку, ты впадешь. Просто. Ну, можешь спать попробовать. Еще раз вы скажите, я не могу воспринимать его. Семя позвонок – это пятка? Сзади есть семя позвонок. Ну, сзади, что мы говорили, если у этого мужика есть. Сзади семя позвонок – это тот, до которого… Ну да. Вин в нас выступает. До речи, его удобно, очень респектно, он очень выступающий. Семя позвонок. А, все я понимаю. Семя позвонок. Седальщини кости и угол седальщиних костей в жену больший расхил. Человеки – он меньший. И угол именно головка ветровой кости, как вона через шейку перепонули. Головка, шейка и ветер. И именно вот эта конструкция, она разный угол может быть. Если угол, например, это все мужский, женский, он будет более прямым. Если брали все в таз, вот эта конструкция. То есть это мужский, то это женский. Они будут женские, а мужские – они больше такие. Ну, в этом как разница. И угол, соответственно, седальщиних костей. Это, по сути, но там варьируется, но реально очень много в градусах. Если, например, мужский там расхил брать седальщиних костей, ну понятно, что это все вообще здесь. Да, наверху пошли, и вот тут вставляются вот эту часть. То это будет 75 градусов. Человек, женский, где-то 100 градусов. Это просто медицинский факт. Плюс-минус. И ключевое. Потому что у нас есть, снова же, вертающий центр тяжести. И суть в том, что, например, я сейчас стою, туда, то мид-центр тут. Я начинаю смещаться, видишь, что происходит у меня, мид-центр сюда начинает смещаться. То есть, я хочу назад, и я начинаю вернуться в нас вперед, то есть, весь вес переносят в руки. И туда вот этот центр тяжести в руках. Не тут... Ну если человек, допустим, вот прыгнул, и вот этот момент, когда он завис, центр тяжести всегда в одном месте, или он в разом? Он, конечно, смещается. Ты, по сути, ты подкидаешь свое тело, и ты крутишься относительно той точки, куда ты выкинула себя. И ты делаешь оборот вокруг именно той точки, куда ты себя выкинула. То есть происходит оборот. Иначе бы ты просто упал на пол. Это чисто физика. Например, ты кидаешь палом, например, кисточку я сейчас кидаю, у меня будет забиртягиваться. Он встанет в центр, вот сюда. И не надо забывать про то, что тело, это не просто на бок, кисточки, мышцы, а это все-таки там души.